Продолжение следует... Если я все-таки скажу что-то гениальное, вы это поймете? Да. Неизвестно. Вот это вот, значит, по самому определению гениальности, гениальной идеи, гениальной мысли, значит, на оба вопроса ответы отрицательные. То есть, если я скажу что-то, что вы сразу поймете, зааплодируете, скажете гениально, это будет совершенно тривиальная мысль, совершенно обыденная, которую вы сами понимаете, которую вы сами сформулируете. Если вы, значит, не способны что-то понять, то, может быть, это и глупость. Да, вот глупости, гениальные идеи, они похожи. Вот в прошлом докладе два года назад я показывал, что гениальная мысль – это малый ребенок. Глупая вещь – это, значит, взрослый идиот. Да. Поведением они похожи. Просто взрослый человек, он остановился на детстве и никак не развивается. То есть, то, что может развиться, но похоже на глупость, то может быть гениально. Это, может быть, значит, можно, в принципе, оценивать. Так. Ну, доклад называется «Модификация теории тяготения в теории сжатия Вселенной. И решение вопроса аномалии вращения галактик без привлечения идей темной материи». Почему я говорил насчет гениальности? Потому что идея была заложена именно такая. В конце 20 века Томас Кун сформулировал идею научных революций. Это где одна парадигма меняет другую парадигму научную. На самом деле все немножко сложнее, если рассмотреть. Но в связи вот с этим, что возникает смена парадигм, возникает конфликт парадигм в решении разных способов задач. Ну, вот формулировка вот эта вот именно по этому адресу есть. Научная парадигма – это совокупность убеждений, ценностей, технических средств, которые воспринимаются большинством носителей вот этой вот, значит, самой парадигмы. Например, вот здесь пример, близкий ко мне пример смены образовательной парадигмы. Что раньше была парадигма, что получил образование на всю жизнь, до свидания, институт закончил, он тебе будет вот это образование кормить всю жизнь. На самом деле сейчас настолько быстро все развивается и меняется, что нужно возвращаться и получать какое-то другое образование снова, чтобы не отстать от жизни. А вот этот вал знаний новых, он уничтожает смысл или уничтожает правильность былых. Информация устаревает, поэтому нужно получать образование. В науке, значит, смена парадигм, это будет, значит, в рамках, то есть обычная вот наука, если вот как-то развивается, это нормальная наука. Она немножко модифицируется, она добавляет, значит, к себе какие-то вещи, какие-то частичные разработки, какие-то, значит, незаполненности вот этих вот своих идей. А, значит, научная революция как бы полностью меняет смысл, идею. То есть вот на примере образования, что образование на один раз в жизни или образование получать, значит, всю жизнь. Это смена этих парадигм, это нелинейный характер, потому что иногда вот идет, идет, как будто накапливается что-то данное, данные копятся, и потом они превращаются в новое качество. То есть Кун сравнивал переход от парадигм, как будто переход в новую веру. И как у него была парадигма, значит, нормальная наука это накопление, усовершенствование парадигмы, накопление, значит, различных данных в этой же парадигме, дополнение этой же парадигмы. То есть вот мы взяли и провели какой-то новый эксперимент и доказали, значит, то, что мы уже представляли. Потом провели другой эксперимент и тоже, это нормальная наука. Потом превращается какая-то, появляется неординарная наука, неординарная наука. И, значит, в результате развития этой неординарной науки, в принципе, гениальной идеей, значит, происходит научная революция. Но, на мой взгляд, вот не оценено было вот в этих вещах, это борьба за существование парадигмы, потому что действительно идет война, пытаются, властвующая парадигма, пытаются не допустить, не пустить, значит, цензура введена различного, различного типа, не пускает никакие другие идеи, которые способны, значит, ее сменить. Это война. И ограниченность действия парадигмы, это самое интересное, потому что парадигмы, они сами в себе, они все правильные. Вот пример, опять же пример, пример плоская земля, так, парадигма правильная. Если мы строим это здание, нам не нужно знать, что земля круглая. Зачем нам, значит, вот эти вот тонкие углы, которые вообще ни к чему, значит, мы даже измерить не можем, и не будут ни на что влиять. Но если расширить вот эту вот область, то парадигма плоской земли уже неверна. То есть, если до тысяч километров довести, то тут уже важна шарообразность земли. А в парадигме плоской земли, значит, вот интересная вещь, защищается именно различными способами, что земля плоская. Мол, а если круглая земля, вода вниз течет, да, такое доказательство, что земля плоская и принимается. На самом деле, любые парадигмы, они ограничены. То есть, ограничены или временем, или пространством, но они все правильные получаются. И, значит, в этой картине есть еще одна такая вещь, множественность. Не одна парадигма действует, а несколько. Меняется, может быть, часть парадигм меняется, некоторые другие парадигмы и остаются. Так вот, идея моего исследования была первична, что на основе вот этих вот смены парадигм, на основе, значит, знания о смене парадигм, значит, найти вид какой-то следующей новой парадигмы в качестве такой-то в теории гравитации, да. Это космологические подходы и теория гравитации. Вот я выбрал. Значит, проанализированы здесь теория гравитации Ньютона и теория относительности. Базовым, значит, принципами теории гравитации. Вот что является базовым принципом теории гравитации. Значит, у нас есть, например, вот я нарисую носки. Это один шарик, а это другой шарик. Это, значит, земля или планета или какие-то два тела. Вот раз я этот стер, нарисовал в другом месте. Так вот, какие два базовых принципа здесь, значит, действуют на всю эту систему. Сила, например, значит, вот так. Так, если я стер вот этот объект, здесь большой уже нарисован, к нему какую-то подрисовал. Так вот, здесь два таких, проанализированы два принципа. Принцип первичности вот этой вот доски, на которой я это все нарисовал, да? Она первична. Для того, чтобы нарисовать эти шарики, я должен... Для того, чтобы существовала планета, нужно пространство, да? То есть, первичность пространства, она есть. Это принцип, принцип теории Ньютона. Первичность, это один из принципов. Значит, и второй, идеальность. То есть, что бы я здесь ни нарисовал, я сотру, нарисую в другом месте, и, значит, доска в этом не принимает участие, да? Сама по себе. Она носитель, она идеальна. Два принципа. Первичность, идеальность. Универсальная. Ага. Не идеальная, универсальная. Значит, именно идеальность. Идеальность. Не, именно в таком виде. Вот конкретно походим. Она, нет, она идеальна, потому что она, значит, не участвует ни в чем. В нее можно все, что хочешь вместить, она в этом, она не имеет никакого отношения к тому, что там внесено. Поэтому она идеальна, это идеально. Вот, потом переход к теории относительности изменил один из принципов. Один из принципов. Первичность, пространство осталось. То есть, мы не можем сказать, вот, с точки зрения того, теории относительности, что там ничего нет. Или там что-то, значит, есть. Значит, геометрия осталась. То есть, геометрия в теории относительности, она осталась, но убрана идеальность. Значит, в чем имеется идеальность? Мы здесь доска, которая не участвует в каком-то процессе. А, значит, теория относительности, это вот уже объект, материю положили, и лист, он изогнут получился. То есть, он был прямой, материя или там скорость его изогнула. То есть, поменялась парадигма. Парадигма поменялась одна. Поменялась парадигма идеальности. Пространство должно быть первично. Бессмысленно говорить, что вот материя где-то существует, а где она существует, нет пространства. Это бессмысленно. Оно не может искривлять того, чего нет. То есть, изменилась одна часть только парадигмы. Изменилась идеальность. Пространство стало участвовать. И осталось, мы знаем, что здесь два принципа. Первичность и идеальность. Так вот, следующим шагом, логичным в этом направлении, это изменить первичность пространства. Построить его в виде вторичного. То есть, пространство задать каким-то образом. А вот эта задача очень сложная. То есть, я должен ввести вот в это дальше, чтобы дальше продвинуть, значит, сформулировать гениальную идею. Я должен изменить принцип первичности и изменить их вторичностью. Вот мы все с самого детства воспитаны на геометричности. Это очень сложно, сложно это поменять. Вот. Ну, значит, я предлагаю с точки зрения качества. То есть, пространство описывается количественным способом. Я предлагаю, значит, качественную сторону. Если нет, значит, если есть количество, значит, уже геометрия существует. Вот мы можем представить, что вот здесь вот один объект, и рядом с ним другой объект, да? Значит, точка уже есть, уже задана, уже она существует. Если мы, значит, с точки зрения... Это введено даже в базу основ математики. Математика абстрактная. А, значит, теория может говорить о том, что есть пустое пространство, да? Это ноль. А в пустое пространство мы внесли что-то. Это уже единица. Ну, ребята, если пространства нет, не существует, туда ничего нельзя внести. Вот база такая основа. Вот. Ничего нельзя внести. И нам нужно исходить из неколичественных вещей. А что у нас неколичество? Это качественные вещи. Например, вкус и цвет. Да? То, что отвечает на вопрос, какое. Мы не можем... Если есть у нас объект цветной, и один, единичный, он не количественный, мы знаем, что он цветной. А насколько он цветной? Для того, чтобы сказать, насколько он цветной, нужно другой объект, с другой расцветкой. Уже количественные отношения. Уже геометрические. Вот это вот у меня картина, которая здесь изображена. Значит, это модель. 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 Значит, геометрическая модель. Потому что мы привыкли к геометрическим моделям, где я задаю качество. Только качество. Величина в левый... Слева налит сосуд почти полный. Справа, значит, почти пустой. Жидкость перетекает, но это не качество. То есть, это не количество, это качественная картина. Качество. Один объект обладает вкусным цветом. Нет ни пространства, ни времени, нет количественных отношений вообще. Но я обозначил их С и Т. Подозреваю, что это время и пространство уже есть. Почему так сразу? Это было... Это было... На самом деле, это было потом. Вот здесь я сразу, чтобы изложить. Так вот, пространство действительно это то, что обозначено буквой С. Время действительно то, что обозначено буквой Т. Но здесь оно лишь качество, которое мы не представляем. Цвет, вкус, там, не знаю. Любые качества, которые даже мы не можем по себе представить. Какие это качества есть. А вот отношение качеств, насколько вот эта вещь Вселенная, насколько она обладает качеством С, и насколько она обладает качеством Т. Вот отношение этих двух качеств, это уже реально, которые мы представляем вещи. С, деленное на Т, это С, это скорость света. Так? Это уже реально, которое мы можем измерять в нашем геометрическом мире. А С на Т, на Т квадрат, это ускорение, которое называют... Ускорение замедления скорости света. Это очень такие вещи, которые, если я в парадигме современной скажу, скажу, ну, дурацкие вещи. Вот именно те вещи, которые, значит, может быть и гениальны, да? Так вот, в этой парадигме первичная скорость и ускорение замедление, то есть они даже не векторные величины. Современные парадигмы, да, скорость, это векторная величина, оно не скорость света. Вот. Значит, существует скорость ускорения, пространства нет. Значит, эволюция Вселенной происходит благодаря уменьшению скорости света. Это главная вещь, потому что, если вернуться к предыдущему слайду, там было много, потом стало меньше. С на Т уменьшается. И геометрические размеры, оказывается, увеличиваются, потому что ускорение, замедление скорости света, уменьшается быстрее. Ну, в первичной парадигме я уже сказал, что это, значит, и теперь переходим, то есть я обосновал, что я, значит, меняю парадигму, меняю парадигму таким логичным путем, значит, и теперь вообще, в общепринятый парадигм. Есть закон, где ускорение, вот центральная масса М и какая-то вот кружочек, который вращается вокруг центра галактик, например, расстояние между ними постоянное, скорость, скорость со скоростью В нулевое, и ускорение, естественно, А нулевое, которое вычисляется по формуле А гамма М на Р квадрат, ну, из закона Ньютона следует, но если, как я говорил, скорость света уменьшается, из-за этого происходит не просто появление, расширение Вселенной, как говорится, и вот куда она расширяется, а пространство рождается, появляется, рождается, как вот, например, дети рождаются. Вот вчера не было какого-то ребенка, а сегодня он уже явился. И бессмысленно говорить, что, значит, если нет родителя, значит, о детях, это вообще бессмыслица. И здесь пространство появляется. Оно появляется не только на космологических масштабах, как в космологии говорят, там, гравитационно несвязанной системы, а на реальных вот расстояниях. И, естественно, если где-то между центром масс галактик и звездой появилось расстояние, значит, у него добавилась какая-то скорость, у него добавилось изменение, уже добавленное изменение, значит, у него будет, обязательно будет, значит, дополнительное ускорение. Оно проявится, дополнительное ускорение, и ускорение, оно будет, как здесь показано, расти от расстояния. Чем дальше, чем больше расстояние, ускорение будет. Вот кривая вращения типичной спиральной галактики, предсказанная, наблюдаемая. А. А. Это предсказанная, это вычислено по закону Ньютона. Б. Наблюдаемая. На самом деле, еще даже немножко больше. И мы видим, что расстояние между ними постоянно растет, что и следует из этой парадигмы изменения размеров, появления размеров. Вот эта картина, даже, значит, еще одна из интернета взятая с прогнозируемыми величинами, которые действительно видны. Так, теперь я перехожу немножко к тому, что я на прошлом сформулировал идею, как узнать, какие наблюдения позволят убедительно подтвердить, что скорость света не имеется. Так вот, на Луне находится несколько аппаратов. В данном случае я выбрал Луноход. На Луноходе есть аппарат уголковый с уголковыми отражателями. Они отражают лазерное излучение. И Аполлон, например, 14, но здесь еще 16 я рассчитывал. Потом посмотрел, что на нем вроде бы уголковых отражателей не существует. Ну, примерно на одном расстоянии. В чем здесь дело? Вот здесь центральная точка, где сходятся вот эти вот, она ближе всего к Земле. Это самое ближе. А Луна всегда относится к дому. Между Аполлоном и между этим самым есть какие-то, значит, расстояния. Вот, примерно 500 километров. То есть Луноход дальше от Земли, примерно на 500 километров, а Земля, а Луна, она вращается. И вот расчеты, приведенные, приведенные расчеты, значит, на моем, значит, аккаунте в Ютубе. Я выложил такой ролик. И лазерная локация Луны. Вот здесь вот перечислены основные станции, осуществляющие лазерную локацию Луны. Это, ну, в основном американские. Есть в Европе и даже есть в России. Вот, вопрос интересный. Вот Луна, немножко вот такой ролик, она покачивается, но она всегда одной стороной. Значит, приведя измерения, а ведь скорость света вычислена около 2 сантиметров в секунду за год, расстояние между аппаратами порядка 500 километров, Луна геологически пассивна, вполне можно себе представить, что вот этот дрейфь изменения скорости света мы обнаружим 100%. Вот, вопрос, почему до сих пор не провели наблюдение, да? Почему? Есть аппараты, есть объекты, есть... Понимаете, это не надо деньги вливать никуда никакие. Почему нет такого наблюдения? А вот я беру и смотрю поиски темной материи. То есть я говорю о том, что в теории сжатия Вселенной, благодаря такой модификации, значит, не нужна идея темной материи. А если вот смотрите, 532 дня наблюдения на какой-то аппаратуре, дорогущей, миллионы долларов стоящей, и здесь вот, значит, 200 человек, им зарплаты выплачиваются, в долларах хорошие зарплаты, они только над этим работают. Вот, они получают деньги за поиск темной материи. Значит, если не надо темную материю, куда 200 человек денутся? Ну, это одна установка. Это другая, значит, другой поиск. 28 человек. Поиск темной материи. Это еще один. 24 человека. По всему миру. И какая установка, да, ищут не только с помощью телескопа, ищут с помощью различных специальных систем. А вот, значит, в Китае, в Китае тоже количество людей много, ищут темную материю, да, им за это платят. И вот даже один, значит, радостный папа закончил его, значит, бакалавриат, его сын. Вот он фотографию сына приводит, и мне, значит, на одном, значит, форуме сказал, хотел, что сын ему хотел писать докторскую по гравитационным волнам. Оказалось, что мест мало финансируемых, и все забиты желающими. Ну, может быть, он будет как раз по темной материи, или темной энергии писать. Представляете, специально платят деньги, огромные гранды, платят на то, чтобы описывали все эти вещи. Так, значит, некоторые данные, которые вот вычислены, которые не вычислены. Размеры Вселенной, почему вот с таким плюс-минус 20%, чуть больше 20% размеры Вселенной? Значит, а потому что данных по изменению ускорения очень сложно найти, ну, найти, их нет просто. Нужно исследование, а их тратить на поиски темной материи, естественно. Отношительное изменение размеров, вот метр, меняется на вот величину такую, примерно, около двух, на 10-18 степени, каждую секунду изменяется метр, каждый метр. Или там тысячу километров на столько-то, значит, километров. И еще одно. Вот эта вот вещь, она обосной монт. На самом деле, есть такая вещь, которая связана, которая, ну, просто предположительную формулу написали и сказали, что меньше ускорения. Значит, чем здесь обосновано? Значит, вот верхняя картинка. Мы вычисляем, когда, значит, можно, можно все, значит, звезды суммировать, которые находятся в галактике, например. И у нас сила притяжения вот этой желтой точечки к центру будет 1,25. Но, если согласно вот этой теории, которая все меньшее ускорение, я сейчас скажу, почему меньшее ускорение надо выбрасывать. Вот мы зелененькие, мы просто выбросили из рассмотрения. На том же самом расстоянии сила притяжения 1,78. То есть, в 1,4 раза больше. В 1,4 раза больше. При этой модификации действует вот именно такое правило. Значит, а почему же монт, почему вот эти вот вещи? Вот эта вот картинка. Мы смотрим, вот красная линия. Это, значит, та величина, по которой скорость света уменьшается. Значит, это красная вот эта линия. Если скорость, значит, в этой парадигме, еще раз вернусь к парадигме, скорость света, она сформирована, это два отношения двух качеств. Это является формирующей величиной геометрии вселенной. То есть, насколько она изменится, настолько изменится геометрия. Не может быть ничего геометрического. Вообще вселенная бессмысленна вне скорости света. Это, значит, поэтому существует предел, вот этот вот, предел отношения. То есть, любые энергии возрастают при подвижении скорости света. И невозможно ее превысить. Не потому, что ее просто невозможно превысить. Или это сказал, там, какой-нибудь гений прошлых столетий. А потому, что именно скорость света сформирована вся геометрия мира. Значит, мы можем быть вот в этой точке. Это, значит, вот с точки верхней скорость менялась. Дельта С за дельта Т изменилась на какую-то величину. Но, это можно. Это мы видим, что точечка находится ниже этой линии. А вот второй вариант, который вот светлый, немножко другим цветом. Где V2? Вот эта точка, она находится за высшей точкой. Почему? Потому, что за вот это же изменение скорости света произошло... Вот, вот эта точка. Так вот, вот это вот изменение скорости света произошло за чуть больше времени, чем можно. Дельта С на дельта Т. Дельта Т больше, чем нужно. Значит, дельта С на дельта Т квадрат, ускорение, оно является меньше. Вот эта линия означает меньшее ускорение, замедление скорости света. Величины нет. Больше скорости света, больше величины скорости света нет. А к ускорению меньшее ускорение не существует. Меньше. Вот это обоснованность, значит, вот этих вещей. Вывод. Вывод. Абсолютное малое ускорение. Основа теории квантов. При наличии минимального ускорения скорости, изменится не на любую величину, оно на какую-то кратную вот этому ускорению. То есть не может быть. Естественно, если мы берем энергию, МВ квадрат, вот какую-то энергию, МВ второй квадрат, то, значит, мы, вот эти вот скорости, вот эта скорость, она изменилась на не меньшую величину, и, естественно, изменение энергии будет такое же. При одинаковой массе, если мы будем сравнивать, значит, будет кратное этому, этой величине, значит, изменение энергии. Вот смысл, почему существует квантовая теория. Почему квантовая теория существует? Так. Здесь некоторые оценочные. Значит, здесь выведено значение ускорения с точки зрения, если масса у нас равна 1 килограмм, вот эта вот масса, значит, А будет равняться корень из 2H. Это 3,64, здесь минус 17. Но, значит, на самом деле, при изменении скорости света масса, зависимая величина, она тоже должна меняться. Поэтому вот этого значения должно быть, значит, больше. Определено с точки зрения, из космологии, это примерно порядок 10 минус 10 метров в секунду. Вот. Пример, теперь пример вот этих вещей. Галактика-водоворот. Вот взял пример. Значит, что же с ней происходит? А с ней происходит вот что. Она вращается не связанно, как вот, вокруг центра, а как будто взвенья цепи закручиваются. То есть, каждая точка притягивается вот к этому. А вот эта часть, она может существовать, она не притягивается. И, значит, каждая точечка, вот здесь они, притяжение у них есть, а здесь они не притягиваются. И поэтому, как будто, значит, на цепях раскручиваешь что-нибудь, и цепь тянет друг за другом. Вот поэтому закручиваются в такие спиральные структуры. Это галактика, например, галактика-водоворот. Спасибо за внимание. Так, вроде я вложился за пару часов. Молодец. Очень четко. Очень четко. Вопрос. Да, пожалуйста. Маска, может, показано, что вы ускорение даете корень квадратный и приравниваете, езаж. Что-то там с единицами. В смысле, где? Размерность. Размерность у вас, да. Ну, предпочтение страницы там. Вот это? Да. А, то ли, то ли, то ли, или тут пропорционально надо поставить? Не-не-не-не, я просто упустил здесь, выводя все эти вещи, я здесь упустил вот эти вот, значит, массу, приравнил, я приравнял ее к единице, а здесь, да, здесь неправильно изображено, да. Просто я, да, это вот именно упущение. Потому что я приравнял массу к единице, и, значит, поэтому размерность, она как бы выскочила, выскочила. Да, выскочила размерность отсюда. Так, что еще спрашиваете? У меня, на самом деле, несколько вопросов. По одному. По одному. Сколько? Значит, вы говорили, как гениальность, глупость, да? Да. Значит, то есть, я что-то запомните, это слушайте, повторите. Что по-вашему является феноменом понимания, как и того? Первое слово. Это феноменом понимания. На ней происходит феноменом понимания, как и того? Не знаю, не знаю, не могу сказать. Спасибо. Все вопросы, значит, любые вопросы неожиданные, на которым я не думал, я адресую на следующий раз. Так и было на предыдущих конференциях. Я обещаю подумать полностью над этим вопросом. Так что неожиданный, как бы, в этом... Какая разница по вашей картине мира между парадигмой и картиной мира? Ну, парадигма, значит, общая картина мира, она складывается из множества количества парадигм. Не одна парадигма, это общая картина мира. А парадигма, это более узкое понимание каких-то направлений. Потому что мы не можем картину мира всю взять и изменить сразу, резко. Потому что картина мира, она из миллионов в миллионов различных вещей. Мы меняем парадигму. И даже здесь я конкретно уточнил, что теория гравитации. И конкретно уточнил, что выбирая только часть каких-то парадигм. Потому что теория гравитации, она включает в себя гораздо более широкий спектр различных вещей. Вот это различие такое между... То есть, а и тогда иначе, как соотносятся, по вашему мнению, парадигмы и мировоззрение? Они коррелируются, это одно и то же? Или как они соотносятся? Ну, это мировоззренческая концепция, да. Это можно понимать и в узком смысле, и в широком. Можно понимать, что, значит, одна парадигма, и человек, который мыслит в рамках этой парадигмы, он обладает именно таким мировоззрением. Можно считать, что он обладает мировоззрением нескольких. То есть, мировоззренческая концепция, это тоже более широкая получается, чем, значит, концепция узкой парадигмы. Широкое понимание. Представите знака точества между парадигмой и мировоззрением? Да, но мировоззрение более широкое понятие, я так представляю. Здесь не одна парадигма, а несколько парадигм. Я могу совокупность нескольких парадигм в каком-то направлении. А общая картина это еще более широкое понятие, я так понимаю. Ладно, еще один последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили о количественно-качественных, разделяли количество и качество. А почему вы разделяли количество и качество? Потому что на самом деле существует такой феномен как параметр, который наоборот является количественно-качественной характеристикой. И реальная величина не может отдельно быть измерена безразмерной величиной количества. И чисто качественная, которая показывает отношение мер, с помощью которых я это количество получил. Вы, значит, здесь пытаетесь меня перевести в рамки уже действующей, существующей парадигмы. Я хочу понять разницу между действующей и вашей. То есть вы хотите, да, вот вопрос интересный. Вы хотите меня перевести в рамки парадигмы, которые существуют. И, значит, понять, как же вот она относится. А вот я хотел указать, что вот этот вот ваш набор парадигм, я, значит, несколько их меняю на другие. На какие? Значит, парадигма количественная, значит, переходит, берется одна только качественная часть, потому что любое количество, любое количество, это геометрия. Уже существующая, уже заданная геометрия. Уже существующая геометрия. Даже на рамках, вот я пример приводил недаром, в рамках вроде бы абстрактной математики. Теория множества. Что такое множество? Множество это набор элементов. Ну, у нас есть пустое множество, там ничего нет. Как так может быть, пустое, ничего, не имеющее множество, что-то вложить? Значит, что получается? Это в рамках современной, вот вашей, или вот действующей парадигмы. Значит, множество это стадион с бесчисленным числом посадочных мест. Уже есть. Вот вы как мне говорите, что вот, не понимаю. У вас уже, с детства, сначала, уже есть идея бесчисленного количества посадочных мест. А вот непосредственно количество, это сколько там мест занято. Вот здесь, смотрите, если так рассудить, вот аудитория вся, вот может вместить столько-то людей, да? А здесь меньше количества человек. Понимаете? А вы уже считаете, что в этой аудитории уже есть такое количество стульев? Вот представьте себе, что нет вообще аудитории, нет вообще дома. Нет дома. Как вы, не имея вообще ничего, можете сделать что-то? Вот вы с этой позиции можете представить, что вы возьмете? Ничего не будет. Если, да, ничего не будет. Если вы берете любую идею, где есть количество, любую идею, вы уже в геометрической парадигме современного типа существуете. Я предложил, я предлагаю, значит, может быть это не совсем верно, но один из подходов взять какую-то качественную величину, которую мы можем оценить. Ну вкус, вкусно, да? А может быть наоборот невкусно, потому что мы не имеем градации этих качеств, не имеем количественных отношений. Все. Но если будет другое, другое какое-то качество, то комбинация этих качеств дает нам различие. Различие дает, а количества нет. Вот именно рождение количества в градации качества. Качество А, оно изменилось и уже соответствует качеству Б другому. Это уже количество. А что такое качество? Качественное качество это то, что отвечает на вопрос, какой, какая, какой, красный, цветной параметр. Любой параметр физических полей. Еще раз, еще раз, это не параметр физических полей. Значит, если я строю геометрию, я должен еще вот выстраивать его. А вы вот упорно хотите геометрию сделать опять первичной. Я объясняю подход. Значит, нельзя в этом случае геометрию, если задался целью сделать геометрию вторичной, нельзя переходить к таким вещам. То есть, подспудно уже считать геометрию первичной. То есть, где-то на каком-то уровне вы раз, а геометрия первичная. А у нас, значит, у нас суперструны или браны, сталкиваются браны в каком-то пространстве. Это неправильно будет. Под качеством обычно понимается определенная совокупность свойств. И тогда получается, что вы предлагаете или сторонник атрибутивной концепции пространства. И в этой связи спрашивается, как вы относитесь к такому определению онтологического пространства. Пространство – это мера устойчивости взаимно сосуществующих сущностей. Вот, смотрите, какая вещь. Значит, вы уже применили геометрический подход, когда сказали мера. Что значит измерить? Это сравнить с существующим эталоном. Определить свой. Это сравнить с существующим эталоном. У нас нет существующего эталона, потому что у нас не геометрические начала. У нас параметр, значит, задается параметр, сущность которого мы не можем себе представить. Как я его могу вам задать еще, если мы не знаем, что это такое? Может быть, это некачественная вещь. Я просто сказал, что предполагаю, что вот удобно взять из качественных каких-то характеристик. Представить что-то качество. Но это неизвестно что. То есть мы мир представляем геометрически. А на самом деле он состоит из неизвестно что, неизвестно как изменяется. Но мы его так интерпретируем. Вот это вот чувство, наши органы зрения интерпретируют мир как геометричный. На самом деле, так как скорость света очень большая, и вот эти расстояния, на которых все это измерять, тоже очень большие. Локально вот здесь мы можем не отвлекаться на эту, что первичное, геометрия или какая-то другая сущность. Геометрия. Парадигма геометричности, на самом деле, вот здесь она действует с большой точностью. Мы даже не сможем практически, ну и очень на пределе каких-то возможностей современных экспериментов узнать, меняется там скорость света, не меняется скорость света, изменяется ли геометрия или нет. Мы не сможем. Поэтому геометрия, локальная парадигма геометричности, она правильная. Вот в этом смысл, когда человек, опять же приводил пример, плоская земля, круглая земля, и сразу приводит такой протест. А с круглой земли вода бы стекла, и все бы засохло, да? Это неправильно, потому что если парадигма круглой земли применять, то тут же появляется другая парадигма, притягивает не вверх-вниз, а притягивает вещество. Притягивает, значит, вот конкретный вот участок заполненной материи. И в любой точке земли, значит, она в малом она видится плоской, в большом она все равно должна быть круглой. Так вот, ваша парадигма, когда вы вот так вот сказали, она подразумевает геометричность. То есть, если мера, значит, эта геометрия уже есть на каком-то подсознательном уровне, который, может быть, даже не отождествлен с этим пониманием. А если ее нет, значит, и можно, кстати, вот это можно отрицать, можно не отрицать. Смысл в чем? Смысл в том, что это мой способ, мой способ попытки построения негеометричной теории. Потому что есть другие реляционные способы построения негеометричных, но мне тоже кажется, что это в основе тоже какие-то геометрические вещи. Вот, но это просто такой вот способ, способ построить геометрию из негеометрии. То есть, нет геометрии вообще, не существует геометрии. А вот давайте мы ее как-то создадим и, значит, посмотрим, что это будет, вот как будет происходить. Вот именно так. Еще один вопрос. Да, пожалуйста. Вот вначале вы там начали говорить, сколько людей участвует в измерении темной материи, сколько участвует в измерении лазерных измерений. Вот это очень спекулятивно, потому что, и вы провели статьи, показали, что куча народа там, да? Но вы, наверное, знаете, как пишутся публикации? Что когда вот эта вот аппаратура очень сильная, то есть люди занимаются множеством задач, каждый из них. А вот когда пишется статья, то тогда отчитывается внос каждого человека в эту работу. То есть вот эта вот настройка там, какие-то сильные идеи там у этого прибора, сделанные они были, может быть, 10 лет назад, но его берут все равно участникам. Поэтому вот это вот такой, это первый момент, да? Вот. А второй момент по поводу лазерных измерений. Вы же понимаете, вот, по-моему, у нас были там на форуме обсуждения, и там было сказано, что вот лазерные измерения, они возможны очень узкий промежуток времени, где-то когда Луна там занимает определенное горизонт в определенное время суток. И тогда вот этим вот слабеньким отраженным вспыском их удается фиксировать на Земле, только вот когда Солнце не мешает, отраженный свет Земли не мешает. И это получается, и то, что это измерение проводится, ну как, ну скажем, раз в месяц их можно там в течение нескольких минут провести. Вот учтите, это очень тяжелый измерение. Я немного, может быть, звучаю, но что-то так примерно. Поэтому вот... Это да. Но любые сложности при желании можно было... Так и в чем дело? Если бы людям... Подождите, вы говорите, что вот смотрите, как мало людей здесь, вот что эти измерения, они чрезвычайно резкие. А это вот постоянно идет наблюдение. В нем участвуют там 2-3 человека, которые, так сказать, в такой рейде зарплату получают. Остальные все занимаются другими делами. Вот учтите. Так, вот здесь вот конкретно 532-дневный поиск темной материи. Совершенно то. То есть установка миллиарды долларов. Два года ее настраивали, и она работала. Все люди, это не значит, что все люди сидели... Значит, обслуживали его там, допустим, десяток человек. Остальные там были временно. Кто-то... Нет, постоянно кто-то за ним сидит. Постоянно сидит один-два человек. Я думал, что на такой остановке больше. Десяток человек сидит, а остальные каким-то образом участвуют. Они все равно уж получали... Так, вопрос в том... Платят им за то, что они участвуют... Вопрос в том, что за это, за поиски темной материи, им платят. А за поиски изменения скорости света не платят никому. Мало того, что не платят. Так, значит, у меня есть опыт, где наши корифеи пишут. Это антинаучно. Это лженаучно. Это именно тот вопрос. Потому что барьер, который, значит, отделяет поиски новых научных идей, он вообще называется мракобесие. Это я с вами согласен. Вот это наша задача. Вот как подойти к этим людям так, чтобы они все-таки, ну, не то, что сказали, вот, все, ты хочешь отрицать теорию относительно. Чтобы дай мне измерения данные, дайте где-то там, дайте ваши архивы посмотреть. Я этим занимаюсь, понимаете. Я это знаю, прекрасно знаю, как это делается. Вот, ну, а так было опыта бесполезно, вы правы. Да, да, это бесполезно. Ну, значит, ну, чтобы, чтобы вот эти вот... Вот, знаете, у нас, вот я помогаю народу. Вот туда, бред, вот я забыл, как его, сер-сер-сер, помните? Он, значит, хочет вот эти квазары вычислить. И вот ему надо найти инструмент какой-то. Я ему попытался, вот на, это, в Зеленчуке там вот это, ради телескоп же, значит, стоит вот это, да, ротан. Вот это. А там выяснилось, что там телеска не работает. То есть у меня приятель там работает, я договорился, все. А у него получается, что у него что-то только 15 секунд тут, через коре зрения вот этого телескопа проскакивает вот этот квазар, который есть. А его нет, ему надо хотя бы минут 10, чтобы вот там, вот, то есть там вот, вот эта облучая, ну, собирающая телеска, вот с этих, этих, сам, она должна идти, идти вот этим квазаром следить. Да, она неподвижна, понимаете, достала и все. Так, вот, а у меня к вам вопрос в связи с этим. Значит, а если вас кормить не будут совсем? Кого? Да, вообще нигде. Давай, есть не будут давать? Ну, все. Не, вопрос. Это к тому, что, вот смотрите, здесь вот я указал 6, значит, этих самых аппаратов, которые существуют, плюс в России есть. Значит, кто из них, кто из них вообще знает, что можно таким способом измерить изменение скорости света? Для этого нужно, для этого нужно взять... Вы получите, как каким-то образом, доступ к их данным, из них выслеживаете, и все, это совершенно свободно. Вот у меня сейчас вот задание, я говорю, вот сейчас вот, это большой адронный коллайдер, выложил все данные. И вот там была как-то заметка, что у них идет разная интенсивность вот этих, получение вот этих бозонов, да, топ-кварка вот этих. А зависимость, какая, скользь такая фраза, зависимость от времени года. Космофизическое воздействие, это то, что вот Шноль писал. Но из этих данных ее надо как-то там выцарапать. Вот я пытался еще до выкладки вот этих вот, найти как путь, вот как вот, ну, чтобы прокоррелировать время года и интенсивности тут. Так, работайте. Я вам отвечаю. Значит, такой сравнительный эксперимент этими лабораториями не проводился. А, значит, наши корифеи, ученые, так сказать, они запрещают, не пускают опубликовать. Знаете, вот каким образом я смогу, значит, взять и написать в НАСА, в Калифорнию, в США. Мой попадет письмо в спам. Ну, попадало в спам. Они не отвечают, они не знают. Для того, чтобы они, значит, пошевелились или кто-то им, им нужно финансирование. Для того, чтобы финансирование этого, именно этого направления, сравнительные наблюдения не проводились однозначно. Потому что есть сложности некоторые сравнительных наблюдений. Есть, это я указал в докладе, просто так, на самом деле все сложно. Все бывает не так просто, как здесь указано. Поэтому, чтобы им заняться, им нужно, чтобы кто-то из их академиков заинтересовался, значит, дал команду и предложил финансировать именно это направление. Просто так не будет. Какое финансирование будет, если, значит, на каком-то уровне это все мусорную яму слили и никому не будет? Да, извините, суть, эти все процессы происходят у каждого, наверное, из нас сидящего. Я не к тому хочу сказать, вот, вроде, вот, я доложил, тут все довольны. А мне пишут отрицание, почему? У вас, ну, какое-то слово у меня не в том падеже. И слово парное не употребляется, и поэтому не публикует, а больше никаких замечаний. Я не к тому, что я говорю, я просто говорю, что сам процесс находит до идиотства. Ну, это вот. Да, так и нужно обходить, если что-то, пожалуйста. Ну, я с докладчиком согласен в том плане, что большинство современных исследований стало или иллюзорных вещей, или, как они называются сейчас, эти самые, получения, грантовых стало. Грант получил и дальше грантов. Но, вот, что касается темной материи, может быть, не в инструменте дело, а может быть, дело в том, что ищут, не знают, что искать, вот, в первую очередь. Значит, ведь материя, как и все в мире, имеет качественные скачки, преобразования. Значит, и вот темная материя может качественно отличаться от той, которую мы видим, так что, значит, или ощущаем с помощью наших приборов. А ищут ее по-старому. Это, значит, и что касается вашей идеи, что все создается и эволюционирует за счет падения скорости света, значит, ну, идею, можно высказать, разную, но ее надо хотя бы подкрепить расчетно, не просто так сказать это, а расчетно подтвердить и сопоставить с имеющимся хотя бы, ну, сейчас уже тысячи парадоксов, фактов парадоксов. Попробовать с помощью этой идеи объяснить эти парадоксы. Если она расчетно подтверждается и объясняет парадоксы, хотя бы неопъяснимые современной науке, уже хорошо. Это мне так кажется. Так, следующий вопрос. Вот товарищ, уже... Я бы хотел напомнить, что вообще говоря, самая идея того, что скорость изменяется, не является новой, она, в принципе, вполне любитимна в науке и рассматривается. А если я правильно помню, как бы, один из, как бы, ее, ну, можно сказать, авторов такой идеи, который мне здесь, это один из профессоров в Амми, физик-теоретики, направление достаточно маргинальное, вообще говоря, но, в принципе, научная литература, кстати, именно тем встречается. Я, как бы, как-то читал, ну, достаточно слабо развито, из-за никакого запретной публикации такой темы совершенно нету, найти, как я говорю, в научной литературе это можно, но пока что у них ничего не получилось, как ее подкрепить, свои идеи, наблюдениями, так что... Я могу больше сказать, значит, идея, значит, теории с изменяющейся скоростью света была озвучена, была разработана еще раньше знаменитой теории относительности, общей теории относительности. Абраган, значит, Эйнштейн, ввел с ним полемику, и, значит, он выбирал, что же сделать. Ситуация тут такая, как вы говорите, неподкрепленность, значит, каким-то инструментом. Геометрическая теория была подкреплена математическим аппаратом, огромной дифференциальной геометрии аппарат, а, значит, вот эта теория с изменением скорости света, где геометрия рождается, она не подкреплена никаким математическим аппаратом. И поэтому раздуть математический аппарат и сделать там кучу статей это можно, а вот, значит, проверить идею на основе того, что здесь... Вот у нас есть куча, значит, различных формул, мы измеряем, а вот здесь вот нет, ну... А почему нет? Вот один какой бы конкретный эксперимент, который бы уточнил, а насколько же она меняется? Он дал бы сразу целый спектр исследователей дальнейших. Вы совершенно правы, но я вот, извините, точно могу сказать, если использовать парное измерение, а ваш пример является одним из примеров неопределенностей, это, конечно, маленькая ошибка на Земле, но я говорю вот в гидрологии, во многих других средах распространение сигналов в Земле в сложных условиях, это огромные ошибки, огромные, не просто маленькие, а огромные, которые иногда превышают сам размер, который фиксируют. Поэтому вопрос стоит вот только в одном, мое такое, извините, мнение, его используют, парность, то, что дал нам Бог. Конечно, это будет усовершенствовано, то, что я сказал, это только первый шаг, но это другой просмотр нашего пространства, который дает, во-первых, достоверность отображения, то, что мы видим темную материю, но я просто так уже говорю, по козыре мы видим, какую темную материю, прошлого века или сегодняшнюю, это первый вопрос, ну и так далее. И тут можно играть, ну, в общем, сколько хочешь. Вот, пожалуйста, надо... Сейчас, секундочку, я закончу маленькое. И поэтому вопрос, да, в общем, вопрос очень такой, ну, вот один из примеров, когда очень необходимо это и делать. Я просто провожу эксперимент на нас собственных. Собственно, на нас я провожу эксперимент. Какой? Я задаю один и тот же вопрос разным докладчикам. Пространство и время это материя или нет? Да или нет? И вот я просто провожу такой эксперимент. Пространство и время, так я же об этом говорил, что пространство и время это наш способ отождествления тех... Он просит, да или нет. Материя, да или нет. Я не знаю основ, значит, качественные, почему она есть. Есть, значит, две вещи. Реальность существует. Мы видим, что она существует. Да, реальность существует. В таком виде она существует? В виде идей. В виде, значит, религиозных концепций. В виде материи. Я не знаю, потому что здесь об этом не говорится. У меня, значит, парадигма это изменение вот этой первичной сущности, которую мы отождествляем как пространство временной, вот этот весь набор свойств и разделений. Понимаете? То есть, есть две вещи. Реально существует и реально меняется. Все растут. Даже вот я разговариваю, да, что-то меняется. Растения растут, дети растут, все меняется. Вот две концепции, которые я знаю, значит, однозначно существует и меняется. Что существует? Что существует? Я не могу сказать, что это существует. Либо это мыслящее существо, либо это голая идея. Я не знаю, потому что я строю на том, что оно существует, меняется. Из-за этого мы видим весь этот процесс, как геометричный, вот эти вот все свойства. Спасибо. Наверное, время закончено. Все, спасибо. Спасибо.